Бардак в центре города. Карагандинцев возмущают заброшенный в течение нескольких лет объект на улице Гоголя. Бывшее кафе превратилось в место сбора социальных личностей и стало представлять угрозу безопасности населения. А власти смотрят на него сквозь пальцы. Ирина Вобещевич продолжит тему. Город Караганда, улица Гоголя. Помните вот это вот заведение? Смотрите, она стала полностью заброшенной. Смотрите. И самое главное, дверь открыта. Заходим? Карагандинский блогер обратил внимание на здание бывшее кафе «Феруза» на Гоголя. Оно уже давно у многих вызывает недоумение своим внешним обликом. Выбитые окна, расколоченные двери. Все это выглядит по меньшей мере странно на одной из самых оживленных улиц в центре. А то, что творится внутри, вовсе изумляет. Можно снимать фильмы ужасов. Можно реально снимать фильмы ужасов. Полнейшая разруха и антисанитария не смущает всех, кто владеет заведением. А у такого объекта в центре города на лакомом куске земли не может не быть собственника. Сейчас его заняли крысы и асоциальные личности, которые справляют тут не только нужду, но и праздники, разжигая костры. Экстремальное и с легким доступом место притягивает сюда и детей. Собираются бомжи, портят облик города в общем плане. И опасно, конечно, выпивают. И для граждан, которые проходят здесь, думаю, тоже опасность несет. Тут вот когда еще были стекла, вот, года два назад тут, в ВИЧе, конечно, и туалет, это организовали и ночлежку, и костры здесь жгли. Вот, все это здесь было. А сейчас, естественно, здесь уже сейчас холодно, все разгромлено. Светлана Чупретова тут справляла свой юбилей, когда кафе называлось еще «Дракон». Живет неподалеку, и диву дается, как власти не пресекают и закрывают глаза на разгул безхозяйственности. Сейчас мороз и доносящиеся злобония не так очевидны. Потеплеет и мимо этого объекта будет не пройти. Загорится, вот, ну, что-нибудь начнут сжечь, естественно, поблизости газ, дома, вот это все, и все, оно колыхнет или сложится. В отделе архитектуры и градостроительства отреагировали на жалобу после обращения. Действительно, строение по Гугле 64-1 принадлежит юридическому лицу. И согласно проекту детальной планировки, тут предусмотрено размещение ресторана, кафе, бестро, пивной, трактира или столовой. Согласно правил содержания и благоустройства территории, это юридическое лицо обязано своевременно производить работу по реставрации, ремонту. Да и что там, элементарно обеспечивать санитарные условия и безопасность, законсервировав объект. Дополнительно сообщаем, отдел архитектуры и градостроительства города Караганды направил письмо в Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области для принятия соответствующих мер.